Уважаемые коллеги, добрый день! Я рад вас приветствовать на первом вебинаре нашей новой вебинарной недели. У нас эта неделя будет достаточно насыщенная. Целых четыре вебинара мы будем проводить на этой неделе, а об этих вебинарах я чуть-чуть расскажу попозже. А сейчас, как всегда, хочу сказать общие слова. Ну, меня зовут Павел Калиников, я открываю наши вебинары, как всегда, и несколько слов для тех, кто присутствует на наших вебинарах впервые. Я понимаю, что для тех, кто постоянно присутствует, эти слова могут показаться уже достаточно обычными и, может быть, банальными. Но, вы знаете, у нас на каждом вебинаре у нас присутствует от 10 до 20% совершенно новых людей, которые никогда к нам не ходили. Поэтому эти слова мне придется повторять каждый раз. Коллеги, во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание, что в самом начале нашего сайта находятся две полезные ссылки для вас тех. Те из вас, кто зашел не первым, наверное, не видят эти ссылки. Промотайте, пожалуйста, наш чат в самое начало. Первая из этих ссылок – это расписание вебинаров, наших вебинаров на первое полугодие 2017 года. На нем вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые будут проходить вплоть до конца июня. Вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором выкладываются записи наших вебинаров. В том числе предвосхищая вопрос, который всегда задается. Да, запись этого вебинара ведется, и он тоже будет выложен на нашем видеопортале на YouTube. Так что заходите на наш портал, подписывайтесь на него, и будете иметь всегда свежую информацию о наших вебинарах и других видеоматериалах, которые связаны с компанией Директ Медиа. Как всегда, я обращаю ваше внимание, что большинство наших спикеров делают свои презентации доступными для скачивания и для применения вами в своей работе, ну, со ссылкой, разумеется, на спикера. Это касается и сегодняшней нашей презентации, и для тех, кто это никогда не делал, обращаю ваше внимание, вы можете включить, вот посмотрите примерно в направлении вот этой вот стрелочки, вы увидите несколько кнопок, расположенных в правом верхнем углу вебинарной комнаты. Это слева направо поднятая рука, смайлик, и вот нас интересует третья кнопка, это открывающаяся желтая папка. Если вы на нее нажмете, то у вас справа от презентации откроется окно ресурсы. Ну, если вы будете дальше нажимать, это окно будет то закрываться, то открываться. Вот в этом открытом окне ресурсы вы можете скачать, там находится несколько ссылок важных, они обозначены таким вот голубеньким шариком. И, собственно, наша сегодняшняя презентация, она обозначена дискеткой. Вот для того, чтобы скачать, нужна дискетка. Вы нажимаете прямо на дискетку и скачиваете сегодняшнюю презентацию. Обращаю ваше внимание, нажимать надо именно на иконку, а не на название файла. Если вы нажмете на название файла, ничего не произойдет. И это типичная ошибка, мне ее постоянно задают в чат. Так, с этим вопросом все, я надеюсь. Следующее, я хотел бы представить вам два вебинара из тех, которые состоятся на этой неделе. Достаточно много новостей, и один из них я представлять не буду, завтра представлю. А вот два вебинара, на которые я хотел бы обратить внимание. Первый вебинар – это вебинар послезавтрашний, который состоится в среду. Юлия Иванова, руководитель библиотеки одного из вузов, представит вебинар на тему «Как продвигать ЭБС в ВУЗе». К сожалению, от вузов не так много народа у нас выступает. Вот это одно из, один из вебинаров обратной связи, когда об ЭБС будут говорить те, кто ее использует, а не те, кто создают ЭБС. Вот поэтому не пропустите, пожалуйста, этот вебинар. У него есть особенность, он состоится не в 12 часов, как обычно наши вебинары, а в 13 часов 29.03. Ну и в пятницу 31 числа у нас состоится такое достаточно, я бы сказал, явление в нашем вебинарном деле. К нам придет в гости генеральный директор Российской книжной палаты Елена Нагина, и вместе с Константином Костюком они проведут вебинар по порядку предоставления обязательного электронного экземпляра в Российскую книжную палату. Как известно, вот с января месяца вступил новый закон в действие. Этот вебинар, конечно, интересен в основном будет тем, кто работает в издательствах. Ну, возможно, кого-то из вас тоже заинтересует, если вы не принадлежите к этому числу. В любом случае, это для нас такое большое событие, неожиданное. Вот этот вебинар организовался у нас только на прошлой неделе, вот так вот достаточно спонтанно. Но я думаю, он явится таким достаточно большим событием в нашей вебинарной деятельности. Ну и последнее, что я, как всегда, обычно представляю, это то, что те, кто приходят на наш вебинар, получат электронный сертификат, бесплатный, цветной, именной электронный сертификат, путем следующим. К вам придет письмо на электронную почту. Это письмо, в нем содержится ссылка. По этой ссылке вы должны будете перейти, зарегистрироваться на нашем портале и получить ссылку на скачивание электронного именного сертификата. Так, со мной все. Я отвечаю на вопросы, которые тут уже возникли. Спасибо за возможность. Пожалуйста, приходите чаще к нам. Нет звука. Коллеги, у кого-то еще нет звука? Точнее так, я забыл, как всегда, как обычно я говорю, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто слышит меня хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсик, коллеги. Понятно. Ну, тогда это значит какой-то вопрос в колонках с той стороны. Так, следующий вопрос был... Спасибо. Следующий вопрос был по поводу сообщения об отсутствии прав. Вы знаете, это что-то такое необычное. Я, честно говоря, в своей практике такого не встречал. Обычно, когда нажимают не на дискетку, то происходят какие-то странные дела. Но вот это я, к сожалению, Оксане Львовне прокомментировать не могу, у меня такой ошибки никогда не было. Просто единственное, что могу посоветовать, это войти с другого браузера в вебинарную комнату. Может быть, тогда все будет нормально. Так, и вижу вот... Нет возможности зарегистрироваться на вебинар. Порядок представления обязательного электронного эсгентляра на 31 марта. Так, а почему нет такой возможности? Давайте я попробую перейти на эту ссылочку. Может быть, что-то... Вроде бы все нормально. Давайте так. Светлана Николаевна, если у вас не получится в дальнейшем это сделать в течение нескольких часов, напишите нам, пожалуйста, ну, например, мне, да, или кому-нибудь из... на менеджер Директ Медиа Ру. Мы постараемся этот вопрос решить. Возможно, какие-то неполадки на сервере просто происходят. Все, коллеги, а теперь я и так занял достаточно много времени. Нужно ли предоставлять доступ студентам, выпускникам магистратуры, лучшим преподавателям английского, или система специализируется только для действующих преподавателей? Это вы... Юлия Борисовна, это вы по какому поводу спрашиваете? По поводу какого вебинара или какого события? Вы знаете что? Вы мне задайте, пожалуйста, вопрос. Давайте мы с вами продолжим общаться. Вы можете лично мне задать систему вебинаров. Да, в принципе, к нам может ходить кто угодно. Мы не ограничиваем тех людей, которые могут к нам ходить. Причем они могут ходить как зарегистрировавшись самостоятельно, так и если у вас есть желание, вы можете, как в некоторых вузах, показывать это, собирать всех в одной комнате и показывать на экран. Это, в общем-то, безразлично. Мы не ограничиваем людей на доступ к нашим вебинарам. Ну, а что касается, насколько это им важно, вы смотрите по тематике. У нас вебинары очень разные и, соответственно, у них очень разная аудитория может быть. Вот кому интересно. Да, если вы будете распространять эту информацию о наших вебинарах внутри вашего вуза, то спасибо, это будет содействовать посещаемости наших вебинаров. Все, коллеги. Я занял и так слишком много времени у Татьяны Викторовны Стелегиной, которая сегодня свой вебинар является спикером нашего вебинара. Я передаю ей слово для того, чтобы перейти к содержательной части. Татьяна, прошу вас. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте проверим связь, смену ведущих. Хорошо ли меня слышно? Хорошо ли видно? Видно ли рабочий стол? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Спасибо. Спасибо, отлично. Технически у нас все нормально. Спасибо, коллеги. Тогда можем начинать. Добрый день, Елена Геннадьевна. О, Лариса Юрьевна, такое количество знаков равно это большие минусы или большие плюсы? Итак, коллеги, сегодня наша встреча будет посвящена вопросам оформления студенческих работ. В первую очередь, это, конечно, ВКР и курсовые работы. Но также те правила и пункты, которые будем сегодня рассматривать, они будут касаться и оформления других письменных работ. Что-то может быть использовано при оформлении докладов письменных, рефератов. Доклады иногда выступаем устно, но текст просим оформить студентов письменно. Рефераты, контрольные работы и так далее. Ну, основное внимание, конечно, это курсовые и ВКР. Оксана Львовна, другого браузера, не скачивается презентация. Попробуйте по дискетке, должна скачаться в формате PDF. Презентация скачивается. Если, Оксана Львовна, трудности будут возникать, напишите мне, пожалуйста, и я вам тогда просто перешлю презентацию. Это исключительный случай, коллеги. Чтобы не превращаться в почту России, все-таки лучше скачивать отсюда. Ну, если уж совсем критический случай, тогда, конечно, пишите, без презентации никого не оставите. Итак, сегодня мы будем говорить, в основном мы с вами обратимся к такому вопросу, как оформление студенческих работ. И остановимся на тех пунктах, 10 правил, 10 камней преткновения, кучика, которые чаще всего запинаются наши студенты, иногда и научные руководители возникают вопросы. Ну, такие наиболее распространенные ошибки, как их избежать и какими инструментами можно воспользоваться для того, чтобы не допускать, либо вовремя истраивать. Поэтому в основном будем говорить об оформительских делах, поэтому какие-то содержательные моменты мы с вами затрагивать не будем. Это уже немножко несколько другая иная тема. Ну, и первый пункт, с которого мы с вами начнем, это структура. Структура выпускных квалификационных работ, структура курсовых работ, она, в принципе, известна и понятна. Так, Светлана Юрьевна просит погромче. Сейчас попробую. Так получше, Светлана Юрьевна? Попробуем увеличить громкость. Что здесь важно помнить? Структурные части работы обязательно за главными буквами, без каких-либо подчеркиваний. Располагаются по середине строки, в конце точка не ставится. И каждая структурная часть работы, введение, главы, заключение, список источников приложений начинаются с новой страницы. В случае сложного составного заголовка, который состоит из двух или более предложений, они разделяются точкой, переносы в заголовках не допускаются, в конце точка не ставится. Но здесь есть, это вот основные требования к оформлению заголовков на структурных составных частей работы. В основном, общие требования к оформлению студенческих работ базируются на ГОСТе 7.32.2001, отчета о научно-исследовательской работе, структуры правила оформления. Вот эти правила и следующие правила, которые касаются текста, они соотносятся с этим ГОСТом. Но здесь есть маленький нюанс, с которым мне приходится периодически сталкиваться. Знаете, как в мультфильме про Ивана Царевича и Серого Волка, когда Иван Царевич попадает из 30-го царства в 39-е, ходит по рынку и все время говорит, а у нас не так, у вас капусту солит, а у нас соль капустит, что у вас воду в ведре внутри носит, а у нас снаружи. Вот иногда происходят такие нюансы. Методические рекомендации для написания оформления студенческих работ могут отличаться от тех требований, от тех рекомендаций, которые приводятся в ГОСТе. В этом случае приоритетом для нас являются методические указания того ВОЗа, в котором мы нашу работу пишем. Любой ГОСТ – это рекомендация. Это закон, это строгий закон, но в данном случае местный закон все-таки превалирует над общим законом. И по участию оформления вот этих структурных элементов я, например, сталкивалась с тем, что заголовок выравнивания по ширине текста и заголовок тоже выравнивается по ширине, а не по центру. Вот так прописано в методических рекомендациях ВОЗа, это принято, и здесь мы уже следуем именно этим рекомендациям. Про заглавные буквы, по-моему, в чате был вопрос. Сейчас я посмотрю. Да, Ирина Юрьевна спрашивает, заголовки первые, заглавные или все? В заголовках по ГОСТу идут все заглавные. Структурные части работы печатаются заглавными буквами. Но, опять же, я говорю про методические указания в ВОЗах. Встречались мне такие методички, где заголовок оформляется жирным шрифтом, первая буква заглавная, остальные нет. Поэтому внимательно просто смотрите требования вашего ВОЗа. Если там обозначены особые требования, то следуем им. А общее требование, оно вот такое. Текст печатается на одной стороне формата А4, разметка книжная. Поля слева 3, справа 1 и сверху снизу по 2. Вот 3 сантиметра это для прошивки. Поля лучше выставить сразу. Делается просто. Разметка страницы и выставляем поля в борде перед началом работы. Перед тем, как начинаем работать с текстом. По тексту обычно шрифт используется таймс-нейроном. Здесь никакой америки нет. 14 размер, межстрочный интервал полуторный. И межсимвольный интервал обычный. Почему обращаю ваше внимание. Обзацный выставь 1,25. На межстрочный интервал знаем, как выставлять. Это абзац. Выставляем межстрочный интервал полуторный. Самое главное, смотрите, чтобы у вас слева в двух колоночках отступы до и после стояли нули. Иначе у вас получится совершенно другой интервал. Межсимвольный интервал имеет смысл тоже обратить. И если мы много информации копируем из интернета, из других ресурсов, вот на это имеет смысл обращать внимание, потому что при копировании у нас могут получаться вот такие нюансы в тексте. Это текст из реальной студенческой работы. Такой пример у нас попался. Немножечко мы его подкорректировали, чтобы показать, что бывает. Какие три варианта межсимвольного интервала у нас могут встречаться. Вот они все здесь приведены. Вот эта первая часть – это обычный межсимвольный интервал. Вот эта в середочке – это разреженный. И последняя часть – это уже уплотненный межсимвольный интервал. Чтобы у нас такого не происходило, мы выставляем обычный межсимвольный интервал. Как это сделать, как это посмотреть? Очень просто. Выделяем кусочек текста, который нас интересует. Либо выделить все, если нас интересует весь текст. И два способа. Либо через шрифт. Вот здесь в панели выбираем шрифт. Открывается вкладка, выбираем дополнительно. И смотрим межзнаковый интервал, обычный. Выставляем – все нормально. Второй вариант – это можно сделать прямо из текста. Правой клавишей мыши выделяем нужный текст. Правой клавишей мыши, шрифт. И дальше будет тот же самый. Вот таким образом мы можем проследить и вовремя устранить недочеты в нашем межсимвольном интервале. Продолжение следует... И у нас возникает вот такая вот беда иногда, когда несколько, два, три, четыре слова на строке. Возникают большие интервалы. Как с этим справиться? Можно сделать следующим способом, если мы только увидели это единичные случаи. Ну, прям по ходу работы это удобно делать, когда текст либо скопировали, вставили, тоже такая проблема вылезает. Либо написали, и у нас случилась такая беда. Можно исправить сразу с помощью комбинации горячих клавиш. Ctrl-Shift-пробел. Сначала мы подводим курсор, убираем этот большой интервал. Водспейс мы делали там вначале. А затем Ctrl-Shift-пробел. И у нас встает правильный, нужный нам маленький интервал. Если в тексте достаточно много таких пробелов, каждый раз вручную по одному убирать это не очень удобно. И причина их может скрываться в том, что мы выставили скрытые знаки табуляции. То делаем следующим способом, через функцию замены. Ну, во-первых, мы смотрим, нет ли здесь этих скрытых знаков. Отмечаем. Пробелы отмечаются точкой. И если у нас что-то лишнее появляется, те же самые большие пробелы, вот они вот такими вот, либо стрелочками будут выделены, либо будет стоять не одна точка, а 2, 3, 8. Рекорд у нас был 11 точек стояло в работе. Что делать с ними? Ну, их тоже нужно убирать. В этом случае, и если в работе таких нюансов у нас достаточно много, каждый раз вручную через Ctrl-Shift-пробел, бэкспейс, убирать это не очень эффективно. Поэтому можно оптимизировать этот процесс. Переходим в функцию замены. Копируем вот эту стрелочку, например. Вставляем ее найти и в поле найти. И в поле заменить мы вставляем нужный пробел. Просто один раз нажимаем на клавишу пробел. И дальше заменить везде. И он вам заменит все вот эти вот стрелочки, где они стоят, на нужные нам пробелы. Еще покажет вам количество, сколько их там было. Но смотрите, если у нас... Это мы только одну стрелочку поменяли. Если у нас их три, то нужно будет потом еще менять и вводить в поле. Найти и заменить, вводить эти два, две стрелочки, три стрелочки, четыре стрелочки. С точками то же самое. То есть везде, где есть лишние две точки, также их ставим в поле найти. В поле заменить один пробел и заменить везде. Если пять точек, значит надо будет пустить пять точек. Тоже не очень быстро, не очень может быть легко, но все-таки быстрее, чем каждый пробел вручную. В этом случае действуем через функцию заменить. Еще один момент, с которым тоже достаточно часто сталкиваемся, особенно при цитировании о оформлении заимствований, при оформлении цитат, тоже постоянные студенты с этим вопросом обращаются, и преподаватели, и на вебинарах иногда спрашивают, какие кавычки ставить? Елочки или лапочки? Ну вот здесь вам тоже привожу пример из реальной курсовой работы студента, где все три типа кавычек, наиболее часто употребляемых, они присутствуют не просто в одной работе, они присутствуют в одном фрагменте. Обратите внимание, классические лапки, елочки, и то, что называется компьютерные кавычки. Иногда я встречаюсь с ними мнением, что это не кавычки, а знак дюймы вообще кавычками не относится, но в других источниках называют компьютерными кавычками, и относятся к разряду лапочек. Так вот, возникает вопрос, что ставить, елочки или лапочки? Французские елочки против немецких лапок. Здесь важно учитывать правила закавычивания, для печатного текста рекомендуется использовать все-таки елочки, лапки чаще используются для рукописного, но есть ситуации, когда лапки допускаются до елочек. Возникает вопрос, можно ли допускать лапочки до елочек, использовать два типа кавычек. Да, такое правило есть, да, это можно делать. Правило закавычивания, когда внутри цитаты заключенные в кавычки у нас встречаются другие слова или фраза в свою очередь заключенные в кавычки. Вот в этом случае рекомендуется, при условии того, что есть технические возможности, использовать кавычки разного рисунка. Внешние в этом случае у нас будут елочки, а внутри мы ставим лапки. Если такой возможности нет, можно обойтись одними елочками, но только не делать их двойными. Вот как в нижнем примере, издательский дом «Московский комсомолец», закрывающая кавычка у нас одна. Хотя вроде бы нужно было вставить две. Но в этом случае можно поставить одну кавычку, но лучше было бы вот эту внутреннюю кавычку название издательского дома взять в лапки и закрыть елочкой. Оксана Львовна, как перейти к елочкам, к лапкам, если стоят по умолчанию елочки? Да, стоят по умолчанию елочки. К лапкам можно перейти очень просто, так же несколькими способами. Первый способ – переходите на английскую раскладку и нажимаете букву «М». Она вам выдает вот такие вот классические лапки. Вот они отличаются, открывающие и закрывающие, перевернутые. Вот через английскую раскладку можно переходить к елочкам, к лапкам от елочек. Есть еще способ – через настройку горячих, второй способ – через настройку горячих клавиш. Вот чуть попозже я вам покажу, как это делается. Через настройку символов можно настроить горячие клавиши, если у вас таких ситуаций достаточно часто встречаются, и пользоваться этими горячими клавишами. Самое главное только для себя потом запомнить, какие клавиши вы настроили на что, для того, чтобы не путаться. А давайте я вам даже расскажу, потом посмотрим. Я вам упомяну еще раз, когда буду показывать, как это сделать. Обращу ваше внимание. Настройте разные виды кавычек. Можно очень просто. Выбираете вставка, вкладка «вставка», символы, выбираете знаки пунктуации, другие символы, сочетание клавиш настроить. И настраивайте нужный для вас знак. Он парный знак, поэтому настраивается через одно сочетание на те клавиши, которые вам удобны под свою руку. Ну и те, которые не заняты, конечно. Поэтому можно этот процесс сделать более удобным. Вот как раз про, как это сделать, мы сейчас с вами посмотрим. Еще один момент, с которым тоже часто запинаемся, как вставить формулу в текст. Мы про вставку формулы уже как-то говорили на одном из наших вебинаров, поэтому кратко вспомним. Еще раз напомним, возможно, кто-то не слышал, не знает. Подробно разбирать не будем, но посмотрим, как это делается. Еще раз, быстренько пройдемся. Все очень просто. Либо создаем атрибуты формул, если это необходимо, с помощью горячих клавиш Ctrl-Rавно. Это для создания нижнего индекса. Подводим курсор, выделяем строку, фразу, куда нужно вставить, вернее, ставим курсор туда, куда нужно поставить этот нижний индекс. и будем выделить можно фразу и ввести горячими клавишами он превращается в нижний индекс. Либо верхний индекс. Ctrl-Shift и знак равно. Чему-то он у меня здесь упомс, вот здесь три клавиши. Ctrl-Shift равно. Это верхний индекс. Остальные формулы можно вставлять несколькими способами. Вставка, уравнение, либо символы. Вот те символы, о которых я говорила, когда про кавычки-лапочки говорила. Также вставка символ, только там выбираем значки консультации, здесь выбираем математические значки. И с их помощью можно вставлять формулы. Но есть еще один способ, который мы рассматривали, когда говорили о вставке формул без статьи, и говорили, что не все издательства, например, принимают предыдущие варианты вставки формулы, требуют использовать другие программы. встроенный объект Microsoft Equation 3.0, с помощью которого можно вставлять формулы Word. Если не озадачиваться дополнительной настройкой, установкой других логинов, программ, специально для этого предназначенных, для курсовых и дипломных работ вот этого вполне достаточно. То, что есть в Word. Также вставка, только выбираем не уравнение и символы, а выбираем вставка объект. И в выпадающем окне выбираем Microsoft Equation 3.0, нажимаем ОК, и у нас открывается такое поле для ввода формы. И вот здесь мы можем увидеть примеры, выбрать тот тип, который нам необходимо ввести, и в это поле мы вводим нужные для нас формулы. Единственное, что здесь есть маленькое ограничение и маленькое такое напоминание. Не рекомендуется чередовать фрагменты из редактора формул, которые набираем непосредственно в тексте строки, и символы, набранные с помощью команды вставка символа или с помощью команды вставка уравнений. Либо один способ, либо другой. В одной формуле, в одном тексте лучше это не делать. Это пятый камушек, на который очень часто налетаем. Шестая вещь. Шестой пункт, шестое правило, это автособираемое содержание. В последнее время все чаще в выпускных квалификационных работах, в курсовых, в методичках идет уже, если раньше это было как рекомендуемое, иногда в методических рекомендациях даже не делались указания, то сейчас все чаще встречается указание об оформлении содержания через автособираемое содержание. Да, на экране пока пять, мы к нему сейчас перейдем, Лариса Александровна. Ну вот обычно обычное содержание, как оно делается, не в автоматическом режиме, то же самое можно сделать через автособираемое содержание, это немножко сложнее при настройке, но гораздо удобнее при дальнейшей работе. в чем его плюсы? Плюсы в том, что легко редактировать, легко вносить изменения, и любые изменения в нашем тексте, они в автособираемом содержании обновляются одним кликом мыши. в процессе работы нам не приходится листать туда-сюда, лихорадочно вспоминать, скопировать, вставить, этим не заниматься, но требует предварительной настройки, и есть нюанс, на который следует обращать внимание, когда мы его делаем. Во-первых, настраивать автособираемое содержание лучше в самом начале работы, когда еще ни курсовой, ни дипломного проекта нет. Сделайте автособираемое содержание и дальше просто его обновляйте. Все. Самое главное настроить стили заголовков наших названий глав, структурных больших частей и параграфов. Как настроить автособираемое содержание? Это делается очень просто в том же Word. Выбираем вкладку ссылка оглавление и он выдает нам такую менюшку на несколько типов оглавлений, которые можно настроить. Выбираем самое часто употребляемое при оформлении студенческих работ автособираемое оглавление 1. Вся структура здесь уже есть и он нам просто сам автоматически уже структуру содержания будет выстраивать. Вот здесь важно обращать внимание на стиле заголовков и структурные элементы нашей работы оформлять уже в нужном стиле. Заголовок 1 для крупных структурных элементов это введение, это главы, это заключение, список источников и приложение, если они есть. И заголовок 2 это для наших параграфов. Поэтому можно конечно настраивать заголовок здесь через настройки заголовка, а проще задать стили уже в самом документе. Главное стили, видели там много различных стилей, и для нас очень важно, чтобы нужные нам заголовки были написаны именно вот этими стилями, потому что иначе он вам автособираемое оглавление не сделает. Либо не сделает, либо будет брать совсем не том. Он не увидит, если мы все обычным шрифтом будем печатать, обычным стилем оформлять нашу работу, он просто не найдет эти заголовки, которые можно сюда поставить и будет вам выдавать, что нет элементов, введите элементы. Поэтому даже в самом начале работы, еще не имея никакого текста, можно сделать автособираемое оглавление. просто название ввести там глава 1, глава 2, параграф 1, 2, 1, 1, 2, 3, и оформить их нужным стилем, и он вам уже соберет ваше оглавление, а потом название вы уже будете менять в самом тексте работы, и в оглавлении он его автоматически вам поменяет сам. Для да, и вот такой вид у нас будет иметь наше автособираемое оглавление, причем мы здесь поменяли слово оглавление на содержание, заменили цвет, потому что по умолчанию он у нас выставляется так, как приведено в образце. Это легко делается, изменяется прямо здесь же. И дальше он нам все собирает по всей нашей работе, все наши названия. Самое важное это правильно настроить стиль оформления глав, заголовков, структурных элементов. В орде в раскладке в верхнем меню в вкладке главное выбираем стиль, выбираем стиль оформления заголовок 1, заходим в него, нажимаем изменить стиль и вносим туда те данные, которые стоят в наших методических рекомендациях по оформлению работы. То есть если все заглавные, мы так и пишем все заглавные, если у нас первая заглавная буква, остальное шрифт 14, так и пишем, выбираем жирность, оформляем, запоминаем, сохраняем все. И теперь каждый раз, когда мы вводим название нашей головы, мы можем даже набрать обычным текстом, но потом просто заменить стиль оформления, если мы это забыли сразу сделать, на заголовок 1. То же самое делаем заголовком 2. И все, тогда он у нас автособерет нужные нам части, и можем пользоваться вот этой важной кнопочкой, обновить таблицу. Единственное, что нужно, себе напоминалочку записывать. У меня студенты иногда, когда только начинают работать с автособираем содержанием, чтобы не забыть, пишут такую напоминалку себе на компьютер. стикер или плакат, выходя перед выходом из своей работы, перед тем, как нажать крестик, закрыть файл, обновить содержание, обновить таблицу. Нажимаем обновить таблицу, он у нас спрашивает, обновить только номера страниц или обновить целиком. Если мы работали просто с текстом и никаких обновлений в название заголовков мы не вносили, то мы естественно выбираем просто обновить номера страниц. Если мы какой-то текст добавляли или убирали, прошу прощения, он просто поменяет нам номера страниц расположения наших элементов. Если мы вносили какие-то изменения в название параграфов либо глав, тогда мы выбираем пункт обновить все целиком и он уже сам нам все поменяет и страницы и названия. Николай Васильевич, обязательность точек после 1,1,1. Не обязательно. Спасибо, что заметили, Николай Васильевич. Хотел обратить ваше внимание. Точки ставить не обязательно и не нужно. Вот здесь они стояли, и потом мы их убирали торжественно после названия. Между номерами обязательно ставим. Между цифрами в номере параграфа ставим обязательно. Еще один момент, который очень часто спрашивают студенты, особенно те, кто первый раз пишет, оформляет студенческие работы, второй курс, первый курсовик в жизни как требование. Нумерация страниц начиная с первого, но титулный лист при этом не нумеруется. На какие ухищрения только не идут студенты. Мы печатаем титулный лист отдельно, и что мы только не делаем. Есть простой способ, который позволяет нам этого избежать и не плодить большое количество файлов. Вставка, работа с колонтитулами, нижний колонтитул, выставляем нумерацию страниц там, чтобы убрать его с титулного листа, выбираем изменить нижний колонтитул, открывается конструктор, и вот здесь важно работать с колонтитулом, и здесь важно поставить просто галочку в этой строчке особый колонтитул для первой страницы, он сам автоматически у вас нумерацию с первой страницы титулного листа убирает. Это было счастье студентов, когда они это обнаружили и начали использовать. Да, да. Дальше по иллюстрациям. Часто в своих работах мы используем либо таблицы Ирина Николаевна, где ставится нумерация? Нумерация в нижнем колонтитуле справа или посередине, то смотрите номер страницы, поменяйте в номерах страницы, начните с номера третьего. Нумерация ставится внизу, справа либо посередине, это зависит от методических указаний вузов. Посмотрите там. Выставляется в нижнем колонтитуле, а вот формат выбирайте исходя из требований вузов. Потому что мне попадалось в разных вузах по-разному. Даже в этом году ставилось и с права страницы и по центру. вверху на ВКР нумерация страниц честно говоря мне ни разу еще не попадалось. Но если у вас так записано в методических рекомендациях, спорить не буду. Обычно идет нумерация снизу. Наверху не проставляется. по таблицам и номер сверху в правом углу Марина Викторовна может быть когда-то исправит и ставится, но вот в ВКР курсовых работах у нас таких требований не было. Я смотрела достаточно много методичка когда свои разрабатывали и со многими методичками у меня работать приходится в разных вузах ведя там занятия и сейчас тоже пока мне не попадалось. Но если у вас это записано в требованиях вуза мы соблюдаем требования. Нумерация обычно ставится внизу. Справа да чаще всего справа внизу. если нужно поставить номер страницы нижний колонтитул особый колонтитул в конструкторе и начинаем нумерацию страниц измените порядок нумерации с третьей страницы и все. По таблицам вот согласно ГОСТ по оформлению научно-исследовательских работ и отчетов 732-2001 Давайте я вам его на всякий случай в чат ссылочку дам возможно кому-то пригодится. На таблице помещаемое в работе обязательно должны быть ссылки должны быть указаны ссылки в самом тексте. Значит где располагаются таблицы после того фрагмента текстового где впервые упоминается эта таблица либо на следующей странице если текстовый фрагмент заканчивается на предыдущей нумерация таблиц марина меняете просто изменить порядок нумерации начать с третьего номера таблица располагается после фрагмента где впервые упоминается обязательно упоминание таблицы в тексте должно быть То есть на него должна быть ссылка в самом тексте, на нее, на таблице. Нумерация таблиц, либо сквозная по всей работе, либо в рамках разделов. Здесь тоже нужно смотреть методические указания. Если характер работы таков, что требуется большое количество различных таблиц, то, конечно, лучше не в общем порядке, а в рамках раздела. При этом номер таблицы начинается с номера раздела и заканчивается порядковым номером внутри раздела, который разделяется точкой. Но вот требования к оформлению и подписям таблицы рисунков, они, в принципе, во многом похожи. Единственное, есть различия в подписях, где размещается название таблицы и рисунков. Таблица ставится сверху слева, рисунок подписывается по центру внизу. И на то, и на другое ссылки в тексте обязательно должны быть. Нумерация либо сквозная, либо в рамках раздела. Сокращение слов «та», «приз» не допускается в тексте, в заголовке таблицы. И если мы нумеруем таблицу или рисунок в рамках раздела, то разделяем точкой. Первая цифра – это номер раздела или номер параграфа, и главы, и здесь номер таблицы или рисунка. И название оформляется следующим образом. Полностью слово «таблица» или «рисунок», ее номер ставится тире, и дальше название этой таблицы или этого рисунка. В ГОСТе никаких требований по названию не указывается. Иногда не требуется название, просто номер таблицы. Но в ВУЗовских требованиях и методических рекомендациях очень часто идет требование названия. Давать название таблицам или рисункам. Поэтому мы их приводим. Название таблицы рисунков в 12-м или 14-м шрифтах. Здесь вот интересно. В ГОСТе... Печатается Ликосеевна. Сейчас скажу Яну Валерьевну и Анну Вячеславовну. Таких требований строгих нет. Это могут быть требования в ваших методических рекомендациях. Смотрим и следуем им. Шрифт остается... Если ничего на этот счет не сказано, нет образцов, как это делать, то обычный порядок 14-й шрифт. Times New Roman. Вот как есть, так и пишем. Особых выделений жирным шрифтом, полужирным начертанием, подчеркиваниями и прочими красотами не требуется. Но в некоторых методических рекомендациях вузовских такое требование есть. Поэтому мы ему следуем. Либо... Чаще всего это полужирное начертание. Иногда идет требование набирать курсивом, хотя не всегда. Не всегда это присутствует. И по размеру шрифта 14-й, либо допускается 12-й. Более мелкие... Мельчить в названиях разголовков не надо. Чаще всего сохраняется тот же самый размер кебля. Единственное, что в таблицах, если у вас много данных, там допускается уменьшение размера до Times New Roman 10. Но без отступов, внутри ячеек, если есть текстовая информация, выравнивание по ширине. Ну, смотрите сами. Сможет ли ваш научный руководитель 10-й шрифт вашей таблицы прочитать? Да, таблица подписывается сверху, вверху, слева, а рисунок подписывается снизу. Точка в конце названия не ставится. Если таблица переносится на следующую страницу, ее название размещается только один раз над первой частью, при этом в нижней, внизу страницы горизонтальная черта, ограничивающая ее первую часть, не проводится, она как-то переходит на вторую часть. И в этом случае над продолжением таблицы слева пишется фраза продолжение и название таблицы, которое продолжается. Продолжение таблицы 1.4. Если таблица заимствована, а такое бывает, мы полностью взяли таблицу с чужой работой, то же самое касается рисунков. Неважно, мы нарисовали ее от руки, посмотрев на образец, перерисовали к себе, либо же мы вставили ее, скопировав. Курсивом под таблицей дается ссылка на основной источник, откуда это было взято, по правилу обычному оформления ссылок 2008. И обязательно указывается номер или номера страницы, откуда идет это заимствование. То же самое касается и рисунков. То есть здесь мы соблюдаем правила корректности заимствования, корректного цитирования. по девятым правилам оформления списков источников. Первое – это структура. Оксана Львовна спрашивает по таблицам, автоматическая нумерация, что можно посоветовать. Оксана Львовна, хороший вопрос, спасибо вам большое. Ответ на него дадим. Просто сейчас нам, чтобы дойти до конца, мы посмотрим оставшиеся два правила. Либо на следующем вебинаре я вам скажу, как это делается, либо следите за нашими публикациями. На этот вопрос я обязательно отвечу. Хорошо? Если сегодня не успеем, то ответ я обязательно дам. Вам спасибо. По списку источников, оформлению списка источников. Во-первых, какой структуры придерживаться? В алфавитном порядке полностью все от и до в едином алфавитном порядке или нет. Вообще структур существует несколько видов. И логическая, и хронологическая. Но хронологически чаще всего для исторических работ используется. И много-много-много всего. Чаще всего применяется смешанный тип группировки по видам документов и по алфавиту. Вот он чаще всего используется при оформлении квалификационных работ. Все источники группируются по видам документов, каждый из которых имеет свои особенности в составлении библиографических описаний. Это начинается в законодательных актах, затем научная, учебная литература, аналитические описания статьи из периодических или продолжающихся сборных изданий. Если есть и аудио-визуальные материалы, редкий случай, но если вдруг попадется, его место здесь. И то, что часто используется, особенно в последнее время, это электронные ресурсы локального удаленного доступа. Вот в этом порядке по видам документов и строится структура списка источников. Отдельные группы документов рекомендуется выделять, подписывать отдельную группу и внутри по алфавитному порядку. При любом типе группировки есть общие правила, которые относятся и к этому типу. Нумерация источников обязательно. Она должна быть сквозная по всему списку источников. Номер ставится перед описанием каждого источника, отделяется точкой. Правильно я понимаю, что в электронном учебнике необходимо делать ссылки на видеофайлы. Ох, Оксана Дьвовна, это как-то вот так... Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Смотря что за электронный источник, смотря какие видеофайлы, напишите мне, пожалуйста, мне даже самое интересное стало, что за видеофайл, на который вы хотите давать ссылки. Нужно видеть источник для того, или ссылку на этот источник посмотреть, для того, чтобы правильно ответить на ваш вопрос. не придумав ничего лишнего. Пришлите, пожалуйста, ваш вопрос, это интересная вещь. Про ссылки, кстати, на видеофрагменты очень часто спрашивают, а можно ли на какой-то видеофрагмент из Ютьюба или еще откуда-то. Вообще, для научных работ нежелательно, очень не любят большое количество ссылок на интернет. Ресурсы подобного характера. Ну, во-первых, научная полнота и достоверность этих источников должна быть подтверждена, если уж мы на них ссылаемся. Во-вторых, лучше поискать печатные версии, либо электронные журналы, электронные книги. Если мы говорим о каких-то видеосюжетах с Ютьюба, но имейте в виду, почему их еще не любят, не очень любят, ссылки часто пропадают, документы часто исчезают. Вы сегодня поставили ссылку, через полгода она уже не действительна. То есть здесь вопрос к научной достоверности, полноте, подтвержденности того источника, на который вы ссылаетесь. Другой вопрос, если вы проводите свою работу на основе анализа видеосюжетов и какой-то работы по психологии, например, пишете, психология восприятия видеороликов и так далее. Но в этом случае вы их оставляете не в список источников использованных, а в список исследовательской базы. Материала, на основе которой вы анализировали, на основе которого вы, используя другие источники, делали какие-то выводы. То есть это площадка вашего исследования в этом случае. В этом случае делается дополнительно, другой уже источник оформляется, как исследовательская база. И они уже тогда включаются туда. С электронными источниками, с электронными ресурсами вообще очень осторожно. Одно дело, если это зарегистрированный как средство массовой информации электронный журнал или электронное учебное пособие, имеющее СБН или ССН, это да. Если это какой-то материал сайта, даже если это официальные документы, то ссылки периодически нужно проверять. Но это уже мы немножко так отвлеклись в сторону более серьезных работ. Но даже когда пишем курсовую или дипломную работу, в конце работы все-таки рекомендую проверять электронные ссылки на предмет наличия этих документов по этим ссылкам. Потому что был случай у нас со студентом, когда он указал источник, электронный ресурс, а перед самой защитой оказалось, что этого документа там уже не существует. Ну, такие казусы могут быть. Поэтому лучше проверять. И по порядок группировки законодательных актов я вам здесь специально на слайд вывожу полный перечень, в каком порядке разные законодательные акты должны идти в нашем списке источников. Вот в этом порядке мы их и указываем. И был вопрос у нас. Елена Геннадьевна спрашивает. ГОС-2008, библиографическая ссылка используется ли в настоящее время? Елена Геннадьевна, обязательно. А как же? А куда же без него? Как правильно делать ссылки по тексту работы, чтобы это не было потом плагиатом? Нина Владимировна спрашивает. А давайте мы сейчас как раз про ссылки и посмотрим. Да, по оформлению списка источников. Еще только закончу. Пару слов. Про это мы уже говорили. Много у нас было вебинаров по поводу оформления различных ресурсов, в том числе электронов. Посмотреть образцы оформления можно вот здесь. Сделываем такую базу по оформлению источников. По ГОС-2003 это для списка источников. Для оформления библиографии, использованной литературы в студенческих работах. Вот эта база позволяет и составлять описание самостоятельно, и увидеть ошибки, допущенные в своих описаниях. Содержится там более 100 примеров различных совершенных источников и законодательных актов, и нормативно-правовая документация, и книги, и электронные ресурсы, и как описать статьи, и журналы, и сборника. Можно, используя ее, самостоятельно исправлять ошибки и сделать процесс оформления или проверки списка источников более легким. Она не генерирует за вас, это не генератор, она не генерирует за вас автоматические описания. Она выводит по вашему запросу те образцы описания, которые соответствуют вашему источнику. И вы можете проверить, насколько то описание, которое вы делаете, или которое вам нужно сделать, соответствует ГОСТ, и привести его в соответствие. Ну и какие-то сложные случаи туда тоже добавляем. Вот сейчас наполняем раздел описание книг, священное писание, духовная литература, но это связано с особенностью ВУЗа. По ссылкам. Ссылки по ГОСТ 2008 оформляются. Правила, и более подробно, как оформлять ссылки, тоже есть такой вот ресурс у нас на портале Директ Академия. Это курс оформления студенческих квалификационных работ. Там более подробно мы про ссылки рассматриваем и разбираем. Ну, единственное, что нам нужно помнить про ссылки, что мы их используем при цитировании, при прямом цитировании, при заимствовании положений каких-то формул, таблиц иллюстрации в обязательном порядке, при необходимости отсылки к другому изданию, где полный изложен вопрос, и при косвенном цитировании, когда мы своими словами описываем главную идею либо положение, высказанное в работе другого автора. Вот здесь на автора и его работу нужно дать обязательно ссылку, потому что это не наша мысль. Мы пользуемся чужим материалом, хотя пытаемся его пересказать. Но от этого мысль нашей собственной не становится. А вот если мы ее анализируем, высказанное им положение или предложение, то тогда да, тогда мы ссылку не оставим. Значит, есть еще такой случай, когда мы находим цитату, например, в чьей-то работе, и автор ссылается на первое источник. Ну, например, мы смотрели диссертацию Иванова, там хорошая цитата, мы хотим ее использовать в своей работе, как на нее правильно дать ссылку. А он, в свою очередь, ссылается на первоисточник. А мы первоисточник найти не смогли. В этом случае мы оформляем, вставляем цитату из работы Иванова в свой текст, даем ссылку, но в ссылке делаем пометочку цит по двоеточие и приводим ссылку на диссертацию Иванова. То есть мы указываем, что вот эта цитата была в диссертации Иванова, и мы цитируем именно по его диссертации. По повторяемости ссылки могут быть первичные или повторные. Первичные – это когда библиографические сведения приводятся в документе впервые, и повторные – когда они уже были приведены в нашем тексте. В этом случае можно ссылку давать в сокращенной форме. И все источники, которые включены в список наших источников, должны быть в работе обязательно процитированы хотя бы один раз. Есть еще такой нюанс. Если дается ссылка не на прямое цитирование, а мы ссылаемся на какое-то положение, высказанное автором во всей работе, и мы даем ссылку на весь документ, то в области физической характеристики мы указываем не страницу, а указываем весь объем документа. Точно так же, как делается при составлении библиографического описания для списка источников. То есть в конце мы пишем не с S большая с точкой 305, а 418 пробел S маленькая точка. То есть мы ссылаемся на весь этот документ. А не на какую-то его часть. Ссылка на статью. Да, есть еще такой нюанс. Это сейчас к вопросу, кто у нас спрашивал про ГОСТы. Елена Геннадьевна. Вот это все основано на ГОСТе 2008. То, о чем мы сейчас говорим. Вот там же, кстати, есть еще один хороший такой момент. Если, как давать ссылку на статью, если в тексте работы были указаны авторы названия статьи, то в ссылке допускаются эти элементы, идентифицирующие, опускать. Вот, например, в тексте работы мы пишем, что Фокина и Кобельков в своей статье о сертификации дистанционных технологий отмечали необходимость, что? И дальше говорим, что они отмечали. То в ссылке мы можем написать только название журнала, год, номер и указать страницы этой статьи, потому что авторов и название статьи мы в работе уже указали. Поэтому вот здесь такое допущение по ГОСТу оно есть. И все ссылки в тексте студенческой работы ВКР либо курсовая оформляются в виде ссылок с носком. Подстрочными ссылками. Есть внутритекстовые, есть затекстовые, есть подстрочные. Все ссылки в документах оформляются в виде подстрочных ссылок. И про особенности оформления ссылок. Основные моменты то, что касается оформления мы сейчас с вами еще раз прошли. Более подробно можно познакомиться и здесь, и индивидуальная консультация. Пожалуйста, тоже приходите сложные какие-то конкретные случаи. Разбираем, как правильно указать и так, чтобы это все соответствовало ГОСТу. Как указывать авторов, как ставить запятые. Это мы уже более подробно разбирали. Если такая необходимость будет, можем провести еще один дополнительный вебинар. Если желающие будут, пишите, пожалуйста, в чат. Нужны ли вам по библиографическим описаниям и по оформлению ссылок в курсы. Но вообще есть вот эти два курса по оформлению по ГОСТ 2003 и второй такие микрокурсы по оформлению ссылок. Здесь мы учимся и читать, и библиографические описания, и ссылки, и составлять, и разбираем все сложные случаи. Это не групповые занятия, они рассчитаны на индивидуальные запросы, поэтому здесь с каждым слушателем работаем индивидуально и разбираем нюансы. Значит, по ГОСТам последнее, что работает, что можно использовать, на что можно опираться. ГОСТ 2008-2003 не отменяли. По 2003 ГОСТу библиографическая запись оформляется список источников. По ГОСТ 705-2008 это оформление библиографических ссылок. Для электронных ресурсов безнадежный уже устаревший ГОСТ 2001 там практически мало что есть, и поэтому в этой базе сервис библиографических описаний на основе этих ГОСТов и 2003 и 2001 мы разработали различные случаи описания электронных ресурсов и эти образцы есть, они соответствуют этим ГОСТам. Не просто я сидела и придумывала сама, это была такая совместная работа и рецензировали у библиографов высших учебных заведений. Совместным трудом выработали вот такие рекомендации по оформлению списка электронных ресурсов. Но опять же они носят рекомендательный характер, но есть от чего оттолкнуться. И ГОСТ 2011 иногда используется, это ГОСТ для оформления диссертаций и авторинфератов диссертаций, здесь его привожу, возможно кому-то понадобится, иногда магистрские работы были такие случаи, сталкивались с методическими рекомендациями по оформлению на магистрских работ, которых значилось в ГОСТах 2011. поэтому если студенческая работа у нас не ВКР или курсовая магистрского уровня, то скорее ГОСТ может быть и ГОСТ 2011. Все номера ГОСТов и названия в ГОСТах ввожу для того, чтобы можно было ими воспользоваться. Ну и наконец самое наверное главное для чего мы это все разбирали не только наверное для того, чтобы правильно оформить курсовую или дипломную работу. С 1 марта проходит уже второй конкурс VFIRST на компания Директ Медиа Библиоклуб. Конкурс лучшего студенческого диплома он будет проходить до 1 июля 2017 года. Конкурс на лучший студенческий диплом. Все участники получают сертификат печатное издание своей работы в издательстве Директ Медиа. Церемония награждения будет проходить в сентябре в Москве в рамках международной книжной выставки ярмарки. Ну и занявшие первые три места участника получать ценные подарки смартфоны ридеры наушники еще что-то. Лучшие работы будут анонсированы на страницах журнала университетская книга и на порталах проекта открытая наука научный архив в университетской библиотеке онлайн книга фонд и в социальных сетях. Ну и победитель получает гран-при это поездка на отдых на море. Поэтому у каждого есть шанс это конкурс не только для подписчиков это конкурс для всех желающих. Подробнее узнать как в нем принять участие подать заявку и так далее можно вот по этой ссылочке я вам сейчас продублирую в чат и два сервиса которые будут нам в помощь внимание на конкурсе будет обращаться и на содержание работы и конечно же на правила оформления на правильность оформлений но надеюсь что наш сегодняшний вебинар будет в помощь призываю всех поучаствовать достаточно интересно проверить свои силы и попробовать свои возможности а если будут возникать вопросы либо понадобится необходимость обратиться к правильности оформления вот ресурсы вам помощь но и мы конечно тоже всегда поможем подскажем на этом тогда коллеги мы с вами сегодня заканчиваем если будут какие-то вопросы пожалуйста я здесь еще какое-то время буду со связью уйду но буду находиться здесь поэтому можно писать в чат можно писать во вкладку вопросы Владимир Васильевич спрашивает в России национальный английский нет в России все-таки национальный русский будь первым да но это логотип компаний логотип мероприятия как есть так и приводим можно говорить стикеры можно говорить клейкие листочки что что ближе как проще как можно получить электронный сертификат Ирина Николаевна спасибо большое за вопросы электронный сертификат после вебинара будет в течение ближайших дней сделана рассылка вам на почту придет благодарность за участие в сегодняшнем вебинаре и там будет ссылка как получить сертификат со всеми инструкциями как мы обычно делаем после всех вебинаров приходит рассылка и можно будет зайти и получить сертификат участников сегодняшнего мероприятия всем кто сегодня с нами присутствует коллеги всем большое спасибо вам владимир владимир васильевич научиться никогда не поздно это точно учимся сами учим других учимся сами елена владимировна было очень интересно даже кто не совсем по профилю а как интересно будет когда сделаю занимательную библиографию в последнее время все чаще прихожу в мысль что вот эти особенности все вот эти оформительские дела все вот эти тонкости библиографические это настолько кажется скучно неинтересно страшно когда в этом не понимаешь что надо делать и такая мысль у меня есть сделать занимательную библиографию сделать более увлекательную подачу материал пусть это будет не совсем правильно с точки зрения обучения библиографии но для непрофессионала так что было не страшно во всех этих тонкостях разобраться на эту мысль меня натолкнуло недавно преподаватель получила письмо на почту преподаватель учится на курсах повышения по моему квалификации им дали задание написать рецензии на сколько там 30-40 источников вот она мне пишет вот вы говорили что в Ленинке есть все а я там 10 источников не могу найти в Ленинке этого нет значит не все там есть не Греция стали разбираться я попросила список этих источников оказалось что человек неправильно прочитал библиографические описания потом выяснилось что она в этих тонкостях не слишком разбирается это преподаватель ну вот за 20 минут такой индивидуальной работы консультирования в общем-то разобрались и эти 10 источников мы нашли но самое интересное что мои первокурсники накануне смогли эти источники найти хотя они первый раз работали с электронным каталогом Ленинской библиотеки только начали с ним знакомиться но они уже знали все вот эти тонкости как прочитать я не говорю уже про то как написать как прочитать библиографическое описание и как понять какой источник тебе нужно найти и что надо искать у них на поиск ушло где-то минут ну по 4-5 на каждый источник ну с учетом того что не совсем быстрый был интернет и они первый раз работали с каталогом у меня ушло где-то полторы две минуты человек наш преподаватель потратил на это три дня и не смогла найти в каталоге искала ни там ни то пришлось нам с ней в такой игровой форме разобраться в нюансах и она говорит слушайте оказывается это даже так интересно у меня такой азарт появился давайте вы мне все источники не показывайте я сама буду искать вот так что я думаю что мы с библиографии еще не раз вернемся к правилам написания и составления списков и ссылок и постараемся сделать это более увлекательно более весело но не менее полезно так татьяна юрьевна спрашивает есть ли конкурс для вкр по отраслям промышленного производства татьяна юрьевна посмотрите по ссылке там перечислены все направления по которым можно подавать свои работы не только гуманитарное направление посмотрите по моему там что-то что-то там было Елена Владимировна зато потом когда победив все страхи получилась какая красота да вот самое самое главное это ощущение победы согласна чтобы мимо вебинара не пройти следите за таймлайном есть у нас таймлайн вот те ссылки которые дает Павел Юрьевич все будущие вебинары они заранее анонсируются поэтому пожалуйста можете Елена Владимировна и на портал Директ Академии писать да заходите смотреть там тоже в афише мы информацию размещаем нужно ли ставить дату обращения в ссылке на электронный ресурс спрашивает Светлана Юрьевна в списке источников не всегда есть такое требование можно опускать в ссылках да мы говорим про ссылки да в ссылках дату обращения обязательно ставить на электронный ресурс нужно это связано как раз с краткосрочностью существования электронных документов как раз в той самой ситуации когда студент убеждает что я зашел а там этот ресурс был а вы говорите я захожу по этой ссылке а его там нет и понять кто же был прав допустим пусть указывает когда когда обращались мы к этому документу когда мы его смотрели если он ставит что 10 марта он зашел и этот документ был а я захожу и вижу что сайт уже два года как не существует у меня вопрос очень большой будет к студенту где же он его раскопал каким способом он сумел этот документ открыть пусть покажет поэтому дату обращения в ссылке на электронный ресурс ставим да вот сама недавно с этим столкнулась при подготовке списка источников по одной дисциплине к рпд в учебном пособии 16 года приведен ряд интернет ресурсов на которые ссылается автор и документами из которых он пользуется я пытаюсь эти ссылки пробить где-то две трети оказались битые то есть сайта уже нет ресурс уже не существует дата обращения в источнике в самом этом учебном пособии она не была указана я не знаю когда автор смотрел эти документы но в данный момент они не существуют только сейчас они исчезли уже года два как их нет осталось загадкой поэтому дату обращения в ссылке на электронный ресурс ставим обязательно Елена Александровна спасибо Елена Александровна стараемся Аркадий Васильевич да список литературы в студенческих работах делается по одному ГОСТу а ссылки оформляются по другому да путаются не только студенты и преподаватели что можно использовать один ГОСТ можно ли локальным актом вот про локальный акт один ГОСТ и для ссылок и для списка источников это уже нужно решать внутри вуза да хотя по если если так хорошо посмотреть то список источников студенческой работе это все-таки список библиографический это не пристатейная библиография отдельно составляющая поэтому все-таки ГОСТ 2003 а для ссылок у нас существует но Аркадий Васильевич вы здесь высказали то сомнение которое очень часто мучает и студентов и преподавателей и вопросы такие возникают по правилам список источников все-таки ГОСТ 2003 список ссылки это восьмой по поводу закрепления это надо разговаривать с руководством и обязательно с представителями библиотеки вашего вуза потому что например в дальнейшем пристатейная библиография оформлении библиографических списков и референсы то что идет в публикации научные журналы там в основном требования ГОСТ 2003 отсутствуют и в этом плане я вас понимаю что почему бы хорошо не изучить один ГОСТ для того чтобы в дальнейшем это пригождалось ГОСТ 2003 нам помогает ориентироваться знаете где в каталогах картотеках знания описаний это вопрос нужно уже решать для в рамках конкретного вуза по содержанию да Николай Васильевич это уже в самом начале видела ваш вопрос во вкладке да мы на это уже разбирали все коллеги большое всем спасибо кто сегодня был если еще вопросы есть пожалуйста задавайте а я тогда наверное отключаю вещание ну и свои предложения пожелания пожалуйста тоже можно писать в чат мы их тоже будем учитывать при составлении дальнейших программ дальнейших вебинаров выборе тем все всем хорошего дня спасибо и до новых встреч коллеги со своей стороны я тоже хотел бы поблагодарить всех учащих принявших участие в нашем вебинаре особенно поблагодарить Татьяну Викторовну за столь актуальную тему и подробные интересные изложения я тоже со всеми прощаюсь приходите на наши новые вебинары до свидания субтитры